Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним из произведений Александра Сергеевича Пушкина. Произведение это называется «Жених». Считается, что это сказка или сказочная баллада. Сюжет этого произведения был взят из сказок братьев Гримм. И это произведение Александр Сергеевич Пушкин написал в 1825 году и переработал его и сделал в народном стиле. Итак, сказочная баллада «Жених». Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Она на двор на третью ночь без памяти вбежала. С вопросами отец и мать к Наташе стали приступать. Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. Тужила мать, тужил отец и долго приступали и отступились, наконец. А тайны мы узнали. Наташа стала, как была, опять румяна, весела, опять пошла с сестрами сидеть за воротами. Раз, утесовав у ворот, с подружками своими сидела девица. И вот промчалась перед ними лихая тройка с молодцом. Конями крытыми ковром, в санях он стоя правит и гонит всех и давит. Он, поравнявшись, поглядел, Наташа поглядела. Он вихрь мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой она бежит. Он, он, узнала, говорит, он, точно он, держите, друзья мои, спасите. Печально слушает семья, качая головою. Отец ей, милая моя, откройся предо мною, обидел, кто тебя, скажи, хоть только след нам укажи. Наташа плачет снова и более ни слова. На утро сваха к ним на двор нежданная приходит. Наташу хвалит, разговор с отцом ее заводит. У вас товар, у нас купец, с собою парень молодец. И статный, и проворный, невздорный, незазорный, богат, умен, ни перед кем не кланяется в пояс. А как боярин между тем, живет, не беспокоясь. Подарит невесте вдруг и лисью шубу, и жемчуг, и перстни золотые, и платья порчевые. Катаясь, видел он вчера ее за воротами. Не по рукам ли, да с двора, да церковь сообразами. Она сидит за пирогом, да речь ведет обиняком. А бедная невеста себе не видит места. Согласен, говорит отец. Ступай благополучно, моя Наташа, под венец. Одной светелки скучно. Не век девицы вековать, не все касатки распивать. Пора гнисту устроить, чтоб дедушек покоить. Наташа к стенке уперлась, и слово молвить хочет. И вдруг зарыдала, затряслась, и плачет, и хохочет. В смятенье сваха к ней бежит, водой студеную поит, и льет остаток чаши на голову Наташи. Крушится, охает семья. Опомнилась Наташа и говорит. Послушная, святая воля ваша, зовите жениха на пир, пеките хлебы на весь мир, на славу мед варите, да суд на пир зовите. Изволь, Наташа, ангел мой, готов тебе в забаву я жизнь отдать. И пир горой пекут, варят на славу. И гости честные зашли, за стол невесту повели, поют подружки, плачут, а вот и сани скачут. Вот и жених, и все за стол, звенят, гремят стаканы, за вздравный кож кругом пошел, все шумно, гости пьяные. Жених, а что же, милые друзья, невеста красная моя не пьет, не ест, не служит. О чем невеста тужит? Невеста жениху в ответ. Откроюсь на удачу, в душе моей покоя нет, и день и ночь я плачу, недобрый сон меня крушит. Отец ведь, что ж твой сон гласит? Скажи мне, что такое, дитя мое родное? Мне снилось, говорит она, зашла я в лес дремучий, и было поздно, чуть луна светила из-за тучи, с тропинки сбилась я. В уши не слышно было ни души, и сосны лишь до ели вершинами шумели. И вдруг, как будто наяву, изба передо мною. Я к ней стучу, молчат, зову, ответа нет. С мольбою дверь отворила я, вхожу, в избе свеча горит, гляжу, везде серебро да злато, все светло и богато, живих. А чем же худ, скажи, твой сон? Знать, жить тебе богато, невеста. Постой, сударь, не кончен он. На серебро, на злато, на сух, на коврики парчу, на новгородскую кончу я молча любовалась, да диву дивовалась. Вдруг слышу крик, и тонский топ, конский топ. Подъехали к крылечку, я поскорее дверью хлоп и спряталась за печку. Вот слышу много голосов, зашли двенадцать молодцов, и с ними голубица, красавица, девица. Зашли толпой, не поклонясь, икон не замечая, за стол садятся, не молясь, и шапок не снимая. На первом месте брат большой, по правую руку брат меньшой, по леву голубица, красавица, девица. Крик, хохот, песни, шум и звон, разбульное похмелье. Жених, а чем же худ скажет твой сон? Вещает он веселье. Невеста, постой, сударь, не кончен он, идет похмелье, гром и звон, пир весело бушует, лишь девица горюет. Сидит, молчит, не ест, не пьет, и током слезы точит. А старший брат свой нож берет, присвистывая, точит. Глядит на девицу красу, и вдруг хватает за косу, злодей девицу губит, ей правую руку рубит. Ну, это, говорит жених, прямая небылица. Ну, не тужи, твой сон не лих, поверь, душа девица. Она глядит ему в лицо. А это с чьей руки кольцо? Вдруг молвила невеста. И все привстали с места. Кольцо катится, извинит. Жених дрожит бледнее. Смутились гости. Суд гласит. Держи, вязать злодея. Злодея кован, облечен и скоро смертью казнен. Прославилась Наташа. И вся тут песня наша.